Сарга шестидесятая. О появлении живых существ. Васиштха сказал. О, сильно руки! Так прародитель Брахма, оставив свою медитацию, создал и утвердил это творение. На этой старой мельнице мира ведра живых и умерших существ поднимаются и опускаются, влекомы, веревкой желания жить. Перворожденные существа, возникшие из создателей Брахме, входят в клетку жизни с водворотами событий в чистом пространстве Создателя. Существа непрерывно появляются в разуме Создателя, как мерцающие искры огня, поднимаемые ветром. Другие же вновь сливаются с ним. Урама – бесчисленные живые существа, в разуме Создателя Брахмы, подобные волнам на поверхности океана. Возникнув в безначальном и бесконечном пространстве, они оживают. Потоки существ входят в пространство жизни, как дым собирается в облако, как ветры в пространстве, они едины в пространстве Брахмана. Затем они подхватываются ветром тонких элементов, как орды демонов, захватывают в плен богов, и он становится их дыханием или жизненной силой и оживляет их. Из-за этих тонких потоков ветров дыхания, несущих в себе запахи, существа обретают тела и набирают силу. Так в мире начинают проявляться живые существа. Другие живые существа Орама рождаются из дыма жертвоприношений и т.д. Эти тонкие живые существа наполняют собой пространство. Когда луна поднимается по своей орбите, в ее лучах, сверкающих на поверхности океана молока, мир кажется почти пиелым. С прекрасными лучами лунного света живые существа опускаются на землю, рассыпаясь повсюду. Как стойки птиц в лесу, питаясь соками, они набираются сил и созревают, Оставляя лучи лунного света и входя в плоды. Они пьют соки, как младенец сосет грудь матери. Эти плоды созревают под действием солнечного тепла и света, И живые существа в них набираются сил, оставаясь как бы в бессознательном состоянии. Их понятия остаются спящими, пойманными в клетку, как множество семян и нераспустившихся почек на дереве. Или как пламя пребывает в дереве и горшок в глине. Существа проявляются в Создателе через множество постепенных стадий. Существо сатвического рождения действует в мире наилучшим образом, И даже проходя через множество рождений, не затрагивается их следствиями. И тем становится достойным освобождение. Таково чистое сатвическое рождение. Другие же рождаются для поддержания порядка и цикла постоянных рождений. Их природа – смесь темного Тамаса, деятельного Раджаса и чистой сатвы. О, Рама, я расскажу тебе сейчас о последнем рождении человека. Те, в которых доминирует качество чистой сатвы, не рождаются снова в этот мир, о безгрешный. Те, в которых присутствует чистая сатва, с примищью деятельного Раджаса – мудрые, которые благодаря самоисследованию различают истину. Такие великие люди, полные благородных качеств и приверженные истине, очень редкие, О, Рама. Есть также множество самых разных глупцов и невежд, порожденных тьмой непонимания. Они подобны неподвижным камням и горам. О, Рама. К чему говорить о них? Множество людей и богов даже в прошлых жизнях не были очарованы желаниями и чувствами. Они, как и я, различая истину, принадлежат к типу существ, у которых чистые качества смешаны с активным Раджасом. Твое непонимание остается, потому что ты не размышлял достаточно об истине. Исследуй ее внимательно, и невежественная двойственность сразу пропадет. Этим заканчивается сарга шестидесятая о появлении живых существ. Книги четвертой о существовании Маха Рамаяны Шри Васиштки, ведущей к освобождению, рассказанной божественным посланником и записанной Валмике. Продолжение следует...